Молдовская ценность Европа в принципе приходит со многими хорошими дела, то есть много изменений, модернизации, но в основном есть много негативных моментов, которые мы получаем из Европы и у нас есть выбор, либо принимать, либо не принимать. То, что есть свобода слова и гласность, и у всех есть права, это очень хорошо, но мы не должны забыть, что у нас есть еще обязательства перед обществом, перед семьями, и мы всегда ратуем за здоровый образ жизни, за семейные ценности и за те христианские ценности, которые нас воспитывали наши родители. Я не побоюсь сказать, что с 2009 года вот эта прозападная идеология, она не только политическая, она религиозно-апокалиптическая. И первая жертва этой идеологии, вот этой политики про западное правление, это церковь, традиционная ценность и христиане. Поэтому этот вектор, он не столь политический, сколько религиозно-аккультический, потому что везде, куда внедряется вот политика евроинтеграции, они начинают от двух основных законов. Права гей-меньшинств и второе – унижение традиционных конфессий. Молодежь, принявшая участие в семинаре, подчеркнула, что традиционная семья должна состоять из мужчины и женщины, но никак не из однополых союзов. Для нас, крестьян, важно иметь в виду, что именно мама и папа – это те люди, которые являются примером, и только они могут вырастить ребенка, который будет продвигать те же ценности, что и его родители. В первую очередь, я считаю, что семья должна состоять из мамы, папы и ребенка. Нужно любить наших родителей, нашу родину. Родители и Бог дали нам жизнь, поэтому их нужно уважать. Подводя итог, участники конференции выразили твердую убежденность в том, что на данный момент в Молдове как никогда нужно сохранять ценности и традиции многонационального молдовского народа, сформированные на протяжении многих веков. Субтитры создавал DimaTorzok